И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Как вы видите, уже набит 28 уровень, а это значит, что наши звезды потихонечку близятся уже к первой тысяче. Я понимаю, что данное количество не является таким сверх большим, но сегодня уже второй день челленджа у нас начался и я думаю, что именно таки сегодня мы уже набьем новую анимированную краску, поэтому поставьте палец вверх прямо таки сейчас, если вы хотите, чтобы данная анимированная краска появилась как можно таки быстрее в моем гараже. Что касаемо данной анимированной краски, я думаю, что сегодня мы в принципе про нее говорить не будем, но расскажем именно таки про ту краску, которую мы сейчас получили. Она называется красной мармелад и как по мне именно таки данная краска является наверное такой самой красивой, не из анимированных красок вообще за данные челленджа. Напишите в комментарии на какую краску она похожа, вообще в принципе вы же понимаете, что эти текстуры должны быть связаны с какой-то красочкой, она явно не новая и здесь есть какая-то смесь двух красок. Я так думаю, что здесь что-то связано именно таки с клубникой, а вот вторая краска, я вот честно говоря не знаю, с чем ее можно было бы связать, дабы получить такую вот текстуру переливающуюся, если бы эта красочка была бы еще бы анимированная, я думаю, что она бы еще бы красивее выглядела, но она вот такая вот у нас имеется. Вчера вечером я ее уже добил, не стал я уже записывать никакой ролик, подождал сегодняшнего утра, дабы все было у нас в этом плане круто, ну и хотелось бы сегодня наверное таки рассказать про один режим, который мы вчера вечером уже нашли, где можно также быстро и аппетитно набивать наши любимейшие звезды. Давайте сыграем сегодня одну каточку, я надеюсь, что именно таки в данном режиме данная катка пройдет под тем лозунгом, которым она шла именно таки вчера и мы в принципе сможем увидеть, насколько быстро можно там также набивать данные звезды. Это конечно же контроль точек и что касаемо именно таки захвата флага, то я могу сказать, что данные два режима, то есть точки и флаги, можно как-нибудь миксовать, то есть если вам надоедает играть на одном режиме, вы заходите на точки и в принципе за примерно то же количество времени просто спокойно берете и набиваете те же самые звезды. Вчера у нас был такой момент, что где-то 3 или 4 катки мы досрочно завершали где-то по 3-4 минуты, что являлось вообще отличным показателем, поэтому давайте сегодня сыграем одну вот такую вот каточку и в принципе здесь у нас есть наверное один такой определенный момент, то есть если вас закидывает в катку на 3 точки, вот как меня например сейчас закинуло, то шанс того, что данная катка будет завершена досрочно намного таки больше, чем каточка, в которой именно таки имеется 5 точек. Все же на 3 точках можно намного таки эффективнее придавить противника и спокойненько зажать респ, при этом не давая противнику захватывать вообще какую-либо точку, тем самым досрочное завершение может быть уже буквально через 2 минуты. То есть если в данной катке нам сейчас удастся это сделать, то условно через 2 минуты данная катка уже будет завершена, что будет вообще в принципе отличным показателем по набитию быстрых звезд. Все же вы понимаете, что многие ребята, которые сейчас набивают звезды, тратят времени намного таки больше, дабы набить те же самые звезды, то что набиваю я. То есть скорость набития в час звезд в моем случае в каком-то проценте выше, чем набитие звезд именно таки данных игроков. При этом многие игроки еще, которые сейчас снимают и говорят, что они так быстро круто набивают звезды, они набивают эти звезды на каких-то мультах, но не на своих основных аккаунтах, не на легендах, а на легендах это все дело, конечно же, происходит намного таки, намного таки тяжелее. Ну и как вы видите, уже прошло у нас полторы минуты, в принципе 4, вернее 3 точки у нас захвачено, и я думаю, что сейчас именно таки, если мы будем удерживать данные 3 точки, то данная скорость захвата и вообще в принципе накрутки в нашу сторону увеличится очень-таки быстро, и вы увидите, насколько быстро и просто можно выигрывать катки именно таки в данном режиме. Что касаемо карт, то я бы, наверное, тут сказал, что есть определенно, наверное, 3-4 карты, на которых данные именно такие звезды в плане контроля точек именно таки данного формата набиваются намного таки быстрее. Здесь можно выделить такие карты, как Плато, тот же Песок, тот же Кельн, то есть карты с тремя точками и которые вообще в принципе по размеру не совсем большие, то есть на которых удобно можно захватить условные вот эти вот все 3 точки и потихонечку-потихонечку надавливать на резк противника. Ну а что касаемо моего вооружения, то здесь вообще, наверное, все очень-таки просто. Все ребята, которые приходят на стримы, поддерживают меня, потому что все звезды, ребят, я набиваю на своих стримах, поэтому обязательно приходите, я не скрываюсь, я не бью звезды как-то в скрытую, то есть я общаюсь с вами и тем самым также вы можете последить за процессом вообще набития всех этих звезд и вместе со мной тоже в этом всем деле поучаствовать, возможно, даже попикаться со мной в катке, поэтому обязательно приходите. Я уверен, что если вы смотрите данный ролик прямо-таки сейчас, а именно-таки во второй день данных челленджей, то у нас идет стрим и вы можете спокойненько присоединиться, пообщаться, посмотреть все это дело и написать то, что вы, например, смотрели ролик и услышали, что у нас проходят такие вот стримы и вы подключились. Как-то вот таким образом можно все это дело реализовать. Что касаемо данной катки, то противник что-то неплохо-таки забирает определенные точки и у нас не получается быстро закончить данную катку, но скажу, наверное, еще один факт, то что если вы играете в соло, то в этом плане, конечно, тоже есть определенные моменты, когда данная досрочка, ну, очень сложно именно-таки реализуема. Поэтому я бы мог сказать так, то что играйте, ребят, со своими друзьями, если у вас они имеются, если у вас не с кем играть, вы играете, например, в соло, то попробуйте найти их где-нибудь в чате, может быть, даже в простой битве вы можете найти каких-то ребят, которые неплохо-таки играют и вместе с ними начать набивать данные звезды. Я думаю, что это было бы отличным решением такой вот ситуации, если у вас она, например, сложилась. Потому что, ну, реально, в соло, если в таких режимах, даже в захвате флага, что контроль и точек, вы будете набивать звезды именно-таки в одного, то это намного-таки тяжелее, нежели вы будете набивать звезды, например, троем в такой же самой катке. И вам и комфортнее будет, да, и время, то, которое вы будете проводить в этой игре, будет намного-таки интересней именно-таки идти, продвигаться. Ну, и набитие звезд, соответственно, тоже будет продвигаться намного-таки проще. Осталось у нас две с половиной минуты до конца данной каточки. Если честно, балаболить я уже немножечко-таки подустал, но надо бы красиво выиграть данную катку, при том, что я на первом месте еще иду. Вообще, в принципе, все отлично должно складываться в данной каточке, и даже если мы бы сейчас ее, в принципе, проиграем, все равно те шесть звезд, которые я должен получить, я обязательно получу, и я, в принципе, бы не расстроился, но хотелось бы, конечно же, выиграть данную каточку. Что касаемо моего вооружения, то здесь, наверное-таки, я бы остановился на определенно... В нескольких трех пушках, наверное, это было бы тот же Страйкер, тот же Фриз, тот же Жига, наверное, даже в какой-то степени нагибает. Ну, и, конечно же, тот же Твинс и Гром. И что касаемо дронов, наверное, на этот челлендж я бы также выбрал только парочку. Что касаемо каток захвата флага, то можно поиспользовать диверсанта того же. Что касаемо ЦП, можно поиспользовать спринтера, о котором я рассказывал. Ну, а что касаемо именно-таки вообще, в принципе, общих каток, то это использование именно-таки Страйкера, Грома, то там можно использовать именно-таки бустер, который отлично реализуется именно-таки под данное вооружение. Остается у нас одна минутка до конца данной каточки Ну и, конечно же, хотелось бы ее сейчас вытянуть При том, что все шансы, наверное, такие имеются Составы еще с утра примерно равные Здесь нету никаких определенных нагибаторов, которые бы выделялись И давайте как-нибудь попробуем сейчас реализовать мои последние бустера При том, что все точки противник уже захватил И шанс, конечно, на победу сейчас у нас немножечки-немножечки-таки тает Меня опять сливают И как-то это все плачевно выглядит за 40 секунд до конца Ребята должны, наверное, смещаться уже в центр Если они хотят, конечно же, выиграть данную катку А что если они не хотят ничего здесь сделать, то мы явно уже проиграли Центр отхватывается Ну и не получается, конечно, реализовать тот бой, который я хотел Но, в общем и целом, конечно, я все равно могу сказать Что свои звезды-то я заработал И, наверное, тот факт того, что я играл сейчас данную катку в соло А не играл, например, с теми ребятами, которые я набивал С которыми я набиваю звезды Говорит очень-таки о многом Все же вы должны понимать, что вы, когда пикаетесь в такие катки Один в соло Вы не играете условно со своей командой То, по большей части, рандомные игроки не могут вытягивать ту игру Которую могут вытянуть ваши ребята В моем случае это именно таки так И вот такие вот ситуации в данном плане встречаются Вот такой вот ролик у нас сегодня получился Сегодня, я думаю, что мы набьем уже вторую анимированную краску Которая обещает быть намного-таки, намного-таки круче Жалко, конечно, что у меня сейчас нет спектатора И я не могу все это дело красиво вам показать Потому что, как по мне, именно таки вот данная красочка Которая называется красный мармелад Является очень-таки красивой Ее можно вообще, в принципе, вблизи пообозревать Но вот так вот она выглядит примерно в гараже Поэтому набивайте, ребят, звезды Все, кто набивает, желаю вам удачи Кто не набивает, ребят, смотрите просто за всем этим делом Подписывайтесь, комментируйте И у меня на этом сегодня все Давайте, ребят, удачи Приходите, всех жду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok